Мы пойдем на берег моря и попускаем фейерверки. Как вы знаете, в Корее нигде пускать фейерверки нельзя, кроме как на побережье. И, наверное, мы сейчас поедем и попускаем. Навигация нас привезла на какой-то ближайший пляж. Здесь стоит просто какое-то кафе огромное, трехэтажное. И пляж, и все. А где нам фейерверки покупать? Обычно на больших пляжах всегда есть магазины с фейерверками. А здесь, походу, даже этого нет. Здесь вот так нужно через мостик верить. Нифига себе, волны. Я не знаю, волны метра три, наверное. Не дай бог, эта дурацкая камера не передаст всей этой красоты. Софья захотела латте из зеленого чая. Сейчас зайдем в эту кафешку и попьем латте. Посмотрим, как сама кафешка выглядит. Может, завтра сюда приедем кофе пить. Диваны стоят такие. Тупо домашняя просто атмосфера. Ничего оригинального, просто домашняя атмосфера. Здесь, оказывается, не кофейня, а вообще-то пиво продают, вино, все такое. И кофе, как бы всякие напитки. На втором этаже выглядит все вот так, но мы еще поднимемся на третий, наверное. А вот, как всегда, нужно дойти до самого, до последнего этажа, тогда будет прикольнее всего. Да, здесь классно. Тишина, покой и видно море. Ну, днем, конечно, лучше, видно сейчас ночь. Вот, девчонки захотели сесть на второй этаж, потому что здесь туалет на втором этаже находится. И здесь теплее. Друзья, смотрите, кто-то купил фейерверки, уже со своими приехал сюда, потому что здесь на пляже не продают. И да, это вот корейский стайл. Если бы здесь продавали на побережье, на пляже Фрян, то здесь бы сейчас все еще угольны. А так, кто-то один с собой принес. Так вот и сидим, отдыхаем, друзья. Каждый пьет свой напиток, у кого какой. Ой, папа за рулем, поэтому грустный, сидит зеленый, чай пьет. Вот. А мы с девками поем, танцуем. Ну, мы, правда, одни здесь, во всем кафе. А может, на первом этаже корейцев покер режутся. У Ангелины такая игрушка в телефоне, программа. Ловить привидения надо. Она ходит по комнате и ловит привидения. Каких только игрушек не придумают. Дети реально просто тонут в этих телефонах. Друзья, вот так после посиделок наших в кафе. Мы перед тем, как отправиться в нашу избушку, заехали в магазин. Вот такие комбини, они есть просто в любой дыре, в любой дыре в Корее, поэтому круглосуточные, да, вот эти комбини. И мы заехали купить что-нибудь, что-нибудь поесть, может быть, утром, может быть, сегодня ещё ночью проснёмся, чему-то съесть. И попить. Что ты там, Гелик? Что там надо было? И тут, как вы знаете, всё есть в таких магазинах, даже для собак, чего только нет, для кошечек. Всё-всё-всё есть. И стульчики такие с подушечками, такие прям... О, молодец! Смотрите, как позаботились. Так мило! В какой-то деревне, в какой-то дыре. Вот так позаботились. Такого даже нет у нас в районе. Да, всякие такие. Это пудра. Это такая пудра. Реснички накладные, ножнички. Это такой эвен. Брызгать на лицо. Это как он называется по-русски? Друзья, чего только здесь нет. Здесь можно реально пропасть на целый день и просто снимать, снимать всё, что здесь есть. Очень много всякого. Всякого прикольного. Это вот мальки. Солёненькие, такие похожие на нашу рыбку. Конечно, далеко не наша рыбка, потому что там никакого жира в помине нет. Это просто сухие такие сухарики из рыбки. Поэтому вот. Тут всякие лапша, рамяночки. Также есть всякие фрукты, яйца, овощи. Кимчи, кимчи. Всякие блюда. Мясо. Сосиски. Соки, кофе. А? Да? Даже тортики есть. Мини, мини тортики такие. А это... А? Русская. Киос. Тортик. Софья, когда попробовала русский тортик, больше корейский она есть не может. Кофе. Кофе. Русский тортик очень понравился. Не, не хочу я кофе, Гелик. Да? Пойдем. Пойдем. Анджу? Токпокки. Токпокки. Пультак токпокки. Чтобы завтра тонко горело. А-а-а-а. Токпокки. Такой. И... Такое предпольное все здесь. Давно я в таких магазинах не была, ничего не покупала. Это вот такие тусираки. Это такие готовые... Ну, в смысле, такие полуготовые обеды, которые можно разогреть в кровонавке. Так же здесь такое мини-булочное есть. Всякие булочки. И рис. Что? Ого! Ури Бабарайга челчула. Менна Бабарайга пеша молот. Токпка сильно-сильно скучает по Бабарайе. И вспомнила даже, что Бабарайя любит больше всего сок из алоэ. И я накупила такой сок специально. Начо-липпок. Хорошо. Окей. Чипсы. Чипсы вообще я не ем, никогда не беру, поэтому ничего про них рассказать не могу. Интересного ничего в них не понимаю, не разбираюсь в них. Друзья, деревня не деревня, но здесь всякие ночные клубы есть, караоке. И все такое. Ночная жизнь тоже есть. Так прикольно, мне было интересно. И, кстати, мы сейчас проезжали какой-то ночной клуб, и там прям написано, вывеска такая огромная висит, что нужны русские девушки. Клуб. Прикиньте. Я не увидела, а Софья прочитала и говорит мне, смотри, смотри, русские девушки нужны. Я говорю, я бы пошла, но меня уже не возьмут, я слишком старая. О, прикольнулись так, короче. Да, но это корея, детка. Англия, какая счастливая здесь, я не знаю. Дети здесь реально счастливы, я не знаю, почему так. Я, если честно, вот этой круглой одной комнаты, я ее очень боюсь. Для меня это какое-то, я не знаю, пространство такое. Вроде как избежать некуда. Я привыкла спать одна в своей комнате, и чтобы мне никто не мешал. Поэтому для меня такое пространство одно, круглое, целое, для меня это будет, наверное, слишком. Ну, посмотрим, посмотрим. Утром я вам расскажу про свои впечатления, как я пережила эту ночь в юрте. Говорят, вот эта глина, она вот эта очень лечебная, и здесь поэтому дорого довольно стоит вот эта избушка, потому что муж сказал, что вот такой глиной отделать комнату. Довольно дорого, сейчас еще кондиционер упадет, мы вообще не расплатимся за это. Всем доброе утро. Вещаю из деревни. Слышите, как поют птички? Звуки природы. Утро не скажу, что слишком доброе, потому что я вообще не спала. Вообще не спала, муж храпел, никто не спал, кроме Ангелинки. Мы с Совкой не спали. Вот, и да, пол вот этот, видите, здесь традиционно вот это вот корейский обогреватель, дровами обогревается. И тетенька, когда мы заехали сюда, она, видно, поставила на максималку, чтобы он быстрее накалился. И подразумевалось, что мы его должны убавить будем перед тем, как лечь спать, но мы его, конечно, не убавили. И там шпарило, короче, полы, были просто кипяток, там на 40 градусов она, по-моему, поставила. Да, их тоже можно регулировать. Вот. И мы, короче, подгорели, поджарились мы немножко. И я со своим этим матрасиком по всей вот этой вот юрте, по всему, вокруг вот так вот елозила всю ночь. Искала какое-нибудь место попрохладнее, но весь пол был просто кипятошный. И убавили мы его уже только ночью. Под утро, наверное, додумались его убавить. Так вот тут вот, видите, грядочки, вот такие домики. Их тут несколько, штук пять, наверное, вот так вот идут, там ниже, ниже. И да, вот такие вот здесь огородики, и можно покопаться летом. В Корее вместо дач вот такие вот съемные дачи на время, можно сказать, да, вот такие. На несколько дней, в любое время, можно в любой точке Кореи снять себе домик и отдохнуть. Да, просто вы спрашивали меня про дачи корейские, есть ли у корейцев дачи. Вот, они предпочитают снимать. Я знаю, что сейчас в России, в Москве, в Санкт-Петербурге тоже начинают такое практиковать. Потому что действительно смысла нет содержать дом круглый год, если вы там бываете в сумме, наверное, за год, может, месяца два. А остальные месяца в десять вы содержите этот дом, и он отнимает, конечно, кучу денег и времени. Смысла в этом никакого нет. При том, что вы привязаны всегда к одному месту, к какой-то одной даче. А когда вы снимаете домики, вы можете каждый раз в новое место какое-то ездить. И это круто. Здесь вот, смотрите, какой-то пруд есть. И вот такие дачки на съем, они называются пеншены. В одном из домиков живут хозяева. В основном это пожилые мужчины и женщины. Пожилая пара живет вот в одном из домиков, а остальные сдает. Или бывает, это один большой такой домик, и они там сдают комнаты. Бывает вот так, чтобы домиками прям маленькими. Вот видите, какая красота. Здесь летом пруд с лилиями. Льдом даже немножко покрылось. Ну, а тут вот огороды. Все как на даче, все как положено, да? Мы сейчас поедем на берег моря, наверное, позавтракаем, кофе попьем. И потом поедем в горы уже. Такая вот беседочка. Да, очень многие люди в преклонном возрасте, когда выходят на пенсию, вот, они предпочитают именно вот такой вот вид дохода, заработка. И все прекрасно у них окупается, потому что желающие всегда есть. Вот такая красота. Отдыхаешь душой от шумного города в таких местах. Я очень люблю тихие такие деревни, дачи, не знаю. Да, кстати, друзья, вот номер телефона, если кто-то из вас в Корее и захочет здесь отдохнуть. Вот номер телефона. Сам, как называется, Пеншин, я здесь, честно, не помню. Даже и не смотрела. Выбирала по фотографиям, что-то такое. Интересное. Как знаете, один из моих любимых блогеров ездил куда-то в Норвегию, короче, на самый север, смотреть Северное Сияние. И ночевал в ледяном отеле. То есть там ледяная вот такая тоже круглая комната, ледяная кровать. И спать нужно было в спальном мешке. И за это он отвалил 800 баксов. И, конечно, он там спать не смог, было очень холодно, но зато впечатления как бы от таких мест остаются на всю жизнь. Не то, что в обычном доме вы поспите на какой-то кровать. Такая же обстановка, как и дома у вас. Смысла никакого нет выезжать из дома, правда же? А в таких вот условиях, как бы, да, может тяжеловато, но ты отдыхаешь душой и какие-то получаешь новые эмоции. И да, это откладывается потом в памяти. Акула, обывайся давай. Пошли на море плавать. Акула, обывайся давай.